Игромания представляет Крупные обновления, называемые здесь модулями И в немалой степени ориентируются как раз на отзывы игроков Модули не только расширяют географию мира И снабжают сюжетную составляющую свежими квестами Но и добавляют новые геймплейные возможности Месяц назад состоялся запуск седьмого бесплатного модуля Strongholds Затронувшего две наиболее спорные стороны игры ПВП-составляющую и гильдейскую систему Итак, в мире Neverwinter появилась новая огромная локация Самая крупная из всех, которые есть в игре на данный момент Карта получилась настолько масштабной Что вместила в себя сразу несколько климатических зон Но сильные гильдии и высокоуровневые игроки Интересуются вовсе некрасивыми видами Для них главное, что после расчистки от монстров Определенных точек на карте Там можно приступить к строительству собственной крепости Для такого дела, как водится, нужна очень серьезная Самоотдача и сыгранность гильдейцев Порог вхождения высок Монстры, населяющие новую карту, кусаются крайне больно Многих из них нахрапом взять невозможно в принципе Приходится изучать тактики К тому же зачистка территории и постройка крепости Лишь стартовый этап На территории бастиона и прилегающих землях Можно и нужно возводить различные строения Некоторые, вроде лесопилки, производят ресурсы Для улучшения крепости и других зданий Другие дают полезные бонусы членам гильдии Раньше вступление в гильдию особых преимуществ не давало Кроме разве что общего чата Необходимость в поиске фракции возникала разве что на самых высоких уровнях Для прохождения эпических приключений Теперь же бонусы для игроков весьма ощутимы Да и сам игровой процесс стал разнообразнее Строительство зданий – удовольствие небыстрое и дорогостоящее Часть ресурсов доступна исключительно в специальных строениях Другие, вроде различной валюты, золота и механизмов Достаются в награду за выполнение ежедневных и сюжетных заданий Для одиночки задача непосильная Зато если подходить к вопросу коллективно Все становится совсем не так страшно Даже низкоуровневые новички вносят ощутимый вклад в наполнение казны Просто продвигаясь по сюжету Взамен они получают специальные жетоны Позволяющие покупать отличное снаряжение на рынке Который, правда, еще надо построить Отстроить все-все здания, как ни крути, не получится Мест под них мало И главе гильдии, а все строительные решения принимает именно он Придется продумывать стратегию наперед Нацелиться исключительно на ПВЕ сражения Или на ПВП Или отыскать компромиссный вариант По замыслу разработчиков Такой подход сделает гильдейские крепости Непохожими друг на друга И заодно придаст индивидуальности самим гильдиям Вместе с их участниками Совместный труд, как известно, объединяет А понимание практической пользы От постройки крепости и добычи ресурсов Делает эти процессы вполне азартными Но замок обеспечивает и другие развлечения подинамичнее В разных точках карты Периодически случаются героические события И их масштабы разнятся Некоторые можно осилить и небольшими группами Другие же, например, сражения с драконами Приходится выполнять командой из десятка другого человека Но интереснее всего становится Когда доходит до осады крепостей Начиная с 15 сентября Гильдии могут ходить друг к другу в гости И на деле проверять, чья крепость прочнее На время боевых действий Территории крепостей объединяются Образуя мобоподобную карту С тремя путями между лагерями Конечно, цель — в щепке разнести крепость противника Впрочем, после сражения она чудесным образом восстановится А победившая сторона, уходя, прихватит с собой внушительную охапку ресурсов Для победы потребуется в первую очередь надежная и сыгранная команда Чтобы начать атаку на вражескую крепость, придется полностью отвоевать хотя бы один из путей Гильдии предстоит искать золотую середину между нападением и обороной Захватывая основные контрольные пункты на вражеской территории Не стоит забывать про защиту собственных земель И если бесхозные территории прикарманить не составит труда То уже захваченные противником точки придется буквально выгрызать обратно Не стоит забывать и про снабжение базы Подконтрольные вам здания дают припасы Позволяющие увеличивать здоровье собственной крепости или других зданий Возводить защитные сооружения и строить осадные орудия Также припасы можно добыть, собирая трофеи с убитых неприятелей Пиратство тоже не лишено смысла Но это еще не все Так или иначе, став владельцем припасов Их еще надо суметь доставить до места назначения Основной способ транспортировки — вьючные лошади И если оставить лошадей без защиты, их запросто может перехватить вражеская команда Для жанра вся эта система совершенно новая Поэтому схватки пока получаются хоть и веселыми, но довольно хаотичными Особенно когда в бой вступает дракон Зачем закидывать вражескую крепость булыжниками? Когда крылатые бестии могут завершить конфликт гораздо быстрее Чтобы обзавестись собственным драконом, придется побегать по карте в поисках големов культа дракона Убивая их, вы зарабатываете золото, чтобы затем пожертвовать рейнджеру в родной крепости И таким образом подмаслить дракона, склонив его на свою сторону Если не поскупитесь, то в решающий час, когда огнедышащий зверь проснется от звуков битвы Он выступит на вашей стороне Но не стоит забывать, что вражеская команда может перебить вашу ставку И огненный дождь обрушится на ваш собственный дом Новый модуль должен стать поворотной вехой для мира Neverwinter Разработчики наконец-то принялись за самые спорные стороны игры Модернизировали PvP-систему Добавили смысла гильдиям И, конечно же, внедрили очередную порцию высокоуровневого контента И если раньше игра привлекала в основном любителей одиночных ролевых игр То теперь ей есть что предложить и самым капризным фанатам ММО Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин